Вступительная кампания в высшее учебное заведение практически завершена. Предварительными итогами этого года интересовался Артур Туркин. Вступительную кампанию этого года называют уникальной. Впервые за многие годы на 100 выпускников школ пришлось 55 бюджетных мест в вузах. То есть теоретически каждый мог стать студентом платной или бесплатной формы обучения. Это позволяли и производственные мощности институтов, и уровень знаний абитуриентов. На независимое внешнее оценивание записалось 9 360 человек. Приняли участие 84%, это примерно 8,5 тысяч человек. И подавляющее большинство стало студентами. Правда, даже госзаказ на места в вузах оказался не полностью реализован. Винят условия приема. Абитуриенты имели право подавать документы в пять заведений на три специальности сразу. В результате те, кто не прошел на бюджет, куда хотели, на другие места уже претендовать не могли. Отмечают. Намного меньше стало желающих поступить на экономические специальности, международный менеджмент и вообще в коммерческие негосударственные вузы. Тот же Запорожский медицинский университет имел довольно большое количество желающих поступить, абитуриентов. Немножко меньше было в Национальном техническом университете, в Инженерной академии. Ну и намного меньше было в вузах негосударственной формы собственности. В Мелитопольском филиале одного из частных университетов вступительная кампания вообще не состоялась. И такая же ситуация в целом по стране. Выпускников в этом году оказалось на 40% меньше. Зато кампания была спокойной, радуются чиновники. Свою роль сыграли и увеличение практически в два раза сроков подачи документов и так называемый электронный вступ. Последним, правда, воспользовались в области всего 10% абитуриентов. Продолжение следует...